В Ярославле второй день главной Масленицы страны. Гуляния идут во всех районах, но центром всю праздничную неделю будет оставаться Советская площадь. Евгений Полковников там побывал. Второй день Масленицы это заигрыши, то есть конкурсы, игры, шутливые имитации для задора и настроения. Их на Советской площади было в избытке, хотя конечно на праздник лишними положительные эмоции не бывают и у артистов и у зрителей. Настроения отличные, эмоции просто зашкаливают, прекрасная погода, хоть немножко морозно, но все равно радует, что люди пришли, что они играют с нами, развлекаются. Впервые в истории нашей Масленицы каждый день на площади выступают творческие коллективы районов города. Во вторник дежурными по празднику были заволжане. К своему коллективному соло на Советской они подготовились легко, к делу подошли грамотно, с огоньком. Сценарий написали буквально за два дня, потому что собственно традиции масленичные, они известны испокон веков, ну и в соединении с небольшими конкурсами, более современными. Используя то, что хорошо забыто старое, как новое, мы очень легко скомбинировали. Для артистов выступления на Масленице, пожалуй, особые. Выступать нужно часа два и в номерах должна быть такая изюминка, чтобы зритель за все это время не скучал. А зрителей еще до начала масленичных гуляний на Советской площади собралась почти сотня. Артистам было перед кем, как говорится, тряхнуть творческой стариной. Мы были готовы, мы с радостью сейчас вам предоставляем все, на что мы способны. Поэтому смотрите, веселитесь, ешьте блинчики. Счастливо! Уже завтра Масленица приблизится к своему экватору. Но впереди у праздника еще целых пять дней. Лакомка, широкий четверг, тещины вечерки, заловкины посиделки и, конечно, прощенное воскресенье. Евгений Полковников, Михаил Орлов.